Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, я тут на днях думал, думал и придумал. Вернее не придумал, а просто так пораскинул мозгами и понял, что самперы-то они не могут уйти. Сейчас я расскажу вам немного поподробнее. Просто понимаете, самперы, они снимают этот самый самп и только сам, возможно там с перебивками на какие-то влоги и так далее, уже очень большое количество времени. Я даже не буду говорить сколько это, год, два, там в случае с Ричи вообще дохуя, в случае с Андрюхой Кевским дохуища, в случае с Тарко Крой Пиццем это самый олд, наверное. Правда он не все время снимал, но так или иначе, как бы временами снимал, там в 2011, 2012, 2013 он вот сейчас вернулся и снимает такие сампик. Ну, это не так уж и важно. Так вот, дело в том, что за все те года, которые самперы снимают, они уже привыкли к этому самму сампу, к этому монтажу, ко всему геймплею, к тому, как в целом выглядит ролик. И я тут подумал, ведь перестроиться им под что-то иное будет дико сложно. Ведь представьте Тофика Дипсайза, который делает обзор на игры. Представьте Андрюху Кевского, который, там, я не знаю, я даже не знаю, обозревает фильмы, так скажем, да, я не знаю, как Андрюх Кевский в плане фильмов, мне кажется, да, но просто, судя по самому монтажу самповских видосов с монтажем фильмов, Андрюха тоже не справится, то есть, вернее, не тоже не справится, а в принципе не справится. Естественно, это все приходит с опытом, да, это все понятно, однако, это нужно время, нужно кардинально менять аудиторию и в идеале вообще канал, потому что самперы, они, вот, не смотрели тут самп-самп-самп, и тут ты им подаешь какой-нибудь часовой обзор на фильм, там, Клуба Ре, и они такие, типа, о, ну да, неплохо, то есть, так не получится. Самперы стали заложниками своей аудитории, и они не могут отступить там на шаг, на два от вот этого самого сампа, то есть, им нужно снимать самп-самп и только самп там, и у некоторых самперов все настолько хуево, что им нужно снимать еще и какие-то специальные форматы, которые уже очень хорошо прижились на их канале, которые зрителям нравятся и так далее, Однако, просмотры на данном формате катастрофически падают, но самая преданная аудитория до сих пор смотрит вот эти вот самые все рубрики и так далее. И да, у самперов есть как популярные рубрики, так и не очень, как там успешные какие-нибудь тоже рубрики, так и, ну, не особо такие успешные, Хотя это можно отнести также к популярности, но не особо. И дело в том, что не каждый сампер, зарабатывающий там, я не знаю, ну, примерно, давайте возьмем плюс-минус 30 плюс тысяч рублей в месяц, то есть, это такой минимальный вообще, что может зарабатывать сампер такой, ну, знаете, сери... ну, средний такой сампер среднего достатка, скажем так, где-то 30 тысяч рублей в месяц, То есть, там, допустим, снимает он на Аризоне, еще какие-то преролы вставляет нормальные, не продавцов вертов, и зарабатывает с этого плюс-минус 30 тысяч рублей. И понимаете, то есть, не каждый сампер захочет уходить вот с этих вот стабильных, там, 30 плюс тысяч рублей ради какой-то неизвестности, хоть и самп им уже давно не нравится. Однако, как вы можете знать, если вы смотрели там один из самых первых моих роликов, который называется что-то наподобие А если бы им не платили, они бы не снимали, вы бы могли знать, что самперы, если им не платят, то они, ну, в самом деле не будут снимать, Потому что для самперов, для самп-ютуберов, самп это прежде всего заработок денег, то есть, никак не развлечение, никак не то, куда они заходят, чтобы, там, знаете, отдохнуть и так далее, Для них это суровая работа, они там заходят, там, каждый день или через день и делают что-то наподобие того. Даже стримы у самперов платные, то есть, в каком-нибудь там 2014-2015 году самперы не могли подумать, чтобы им ролики-то оплачивали, А тут стримы, вы понимаете? То есть, стримы. И не у всех проектов еще оплата за стримы, то есть, нормально работает. Там, допустим, у каких-то проектов оплата почасовая, у каких-то проектов, там, 50% от количества просмотров на стриме и что-то наподобие того. То есть, ну, как-то так у них это работает, я точно не знаю или не помню, как это работает. Ну, в общем, у всех по-разному. И дело в том, что, ну, в самом деле, самперы, которые уже там... Ну, вот вы представьте какого-нибудь барона Геймкоронаса, блядь, в обзоре, вот, я не знаю. Или в Ноучпопе, представьте барона Геймкоронаса, блядь, ну, в самом деле. То есть, допустим, вот, барон Геймкоронас, Серега, которого бросила, кстати, Ритка недавно. Ну, мы не будем грустным, будем только о хорошем. Представьте, что Серега, которого вот недавно бросила женщина, он решил бросить так же сам, как и бросили его. Ладно, ладно, я не буду больше шутить на тему барона, потому что, ну, в самом деле, барона жалко. Барона действительно жалко. То есть, Андрюха Киевский раньше делал ролики тоже, там, барона жалко, но... Там было это неискренне. Вот теперь барона искренне жалко, то есть, женщина, она была всего одна, тем более у барона. Потому что, вы понимаете, то есть, барон настолько идеален, что для него была только одна женщина в данной вселенной. Но, к сожалению, то есть, он с ней как-то прогадал, там, знаете, там не угадаешь. Там вот удача конкретно с этими вот, со всеми женщинами и так далее. Вот, барону, по всей видимости, не повезло. Видимо, он не такой уж удачливый, хотя у него там какой-то ролик набрал 300 тысяч просмотров. Я уж точно не помню какой, однако ролик, набравший 300 тысяч просмотров, у барона есть. Так вот, представьте, что барон геймкоров нас пойдет в ноучпоп. Но это же просто, это какое-то неизведанное, там, поле. То есть, в сампе-то все нормально. В сампе ты можешь снимать, в сампе ты можешь стабильно получить деньги, а тут ты пойдешь в ноучпоп. Или в ноучпог, блядь, или как там вот эта хуйня называется, неинтересная. Вот. Блядь, ну и что ты там будешь делать? Да, у тебя есть рвение, там, проверять информацию и так далее. То есть, у барона геймкоров нас есть рвение проверять информацию. Есть рвение, так сказать, просвещать молодежь, там, в области всякого научно-популярного контента и так далее. Однако, то есть, ну, он не знает, как это делать. Он не знает, как подаются ролики с ноучпоп-контентом. Он ничего этого не знает. Поэтому лучше он будет снимать самп, пока там самп до конца не умрет. Хотя умирать он, думаю, не собирается. То есть, мне кажется, самп, он будет знать, как не умирающая классика, не стареющая классика, там, как CS 1.6 или Lineage 2. То есть, я, если честно, в 2015 году еще умер, что самп, думал, что самп умер. Но, ну, типа, я не мог представить, что он проживет до 2019 года. И даже когда у Андрюхи Кивовского был видос, типа, когда умрет самп, я оставил, что он умрет где-то в 2020 году, там, или в каком-то еще. Это было на основном канале много миллиардов лет назад. Но это уже не так уж и важно. Однако, ладно, ладно, думаю, что это, ну, не особо важно. Так вот, друзья или не друзья, понимаете? То есть, в самом деле, тема достаточно масштабна для разговоров, для переговоров и так далее. Но я просто сказал то, что у меня было в голове, и на самом деле это так. Самперы просто, они, может быть, и хотят куда-то уйти. Хотят исследовать что-то новое. Но они не знают, как это делать. То есть, не у всех есть мотивация. Не каждый готов работать за бесплатно первоначально, чтобы потом получить большие деньги. Или они думают, что они сейчас уйдут туда, бросят самповский канал. По итогу тот канал провалится, самповский канал перестанет приносить прибыль, и все. То есть, а заниматься двумя каналами или там тремя подсильно, по всей видимости, из самперов только мне. Хотя я там на третий канал давно ничего не выкладывал. Да и стримлю я уж не так уж и часто. Кстати, на Twitch.tv, twitch.tv, задан Семен. Там меня разбанили. Можете заходить на стримы. Прохожу всякие разные игры с кубиками, там, с нулем FPS, с фризами. Ну, вы понимаете, все, как вы любите. Все, как было в 2015 году, когда я только начинал стримить. Вот, и даже в стримы, то есть, самперы стримят только вот на Ютубе. Если вы заметили, то самперы стримят только на Ютубе. Потому что для них Twitch это какое-то просто, ну, неизведанное поле. Да, они знают, что там вспахано уже это поле, оно готово к посадке семян. Однако, они не знают, как их садить. Они знают, что там есть какие-то жесткие правила, по типу того, что нельзя говорить слово пидорас, там, нигеры горят в сарае, наподобие того. И это, пожалуй, все, что они знают. И то не все, понимаете. То есть, они думают, что они придут такие, а, у меня маленький канал, меня там смотрят 10 человек, а меня не забанят. Меня, блядь, забанили, понимаете. За нигеры горят в сарае, женщины не люди, блядь. И за слово пидорас. То есть, я надеюсь, Twitch не мониторит мой Ютуб-канал, потому что мне дадут бан. Потому что я даже не могу в каких-то других соцсетях, по-моему, материться, блядь, вот так вот. То есть, я могу использовать любые матные выражения, кроме слова пидорас. Понимаете? То есть, я не понимаю, как работает Twitch. Понимаете? Я не понимаю. Ладно. Охуенно, это автология. Вот. И мне очень жалко, что самперы, понимаете, не могут уйти куда-то в другое русло. Возможно. Хотя, блядь, вы знаете, пусть вот эти вот мразотные хуесосы по типу, там, я не знаю. Тофика Дипсайза, Луняши, Данила Герреры, да и прочих людей. То есть, их дохуя. То есть, проще назвать самперов, которые не мразоты, а все остальные просто будут мразоты. И все. Потому что, блядь, мразотный самп-ютубер, каждый, блядь, я не знаю, первый с половиной, там. Ну, явно не второй, потому что, если бы был каждый второй, то мы бы жили еще более-менее как-то нормально. Тут, блядь, каждый, я не знаю, первый с половиной. То есть, я не знаю, как жить, как вообще быть, почему самперы все вот так вот с ними хуёло. И так, знаете, так не только с самперами, так можно сказать про кого угодно. То есть, автомобильные блогеры, там, они, ну, вряд ли смогут снимать самп. Хотя, если они смогли снимать автомобили, то самп уж точно смогут снимать, потому что самп, это, блядь, самая легкая, наверное, из того, что можно снимать. Хотя, идей-то достаточно мало, если ты снимаешь обычный летсплей. То есть, посмотрите на того же барона Гейм Коронос, он по второму кругу уже, блядь, все гоняет. И вот, непонятно вообще, кто, где и как. Ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не становитесь сампером в 2019 году. Да, это прибыльно. Да, вы сможете зарабатывать миллиарды денег. У вас будут женщины, вас бросит Рита у барона. Ну, это не особо важно. Хотя, нет, это важно. То есть, баронов действительно жалко. Я думаю, мне нужно записать ролик по поводу того, что барона жалко, что его там бросила Рита и так далее. Потому что, ну, в самом деле, как она могла. Барон был такой классный, а тут вот она вот так вот сделала. И мне в целом непонятно, как теперь барон будет жить, как он будет выживать. Ладно, ладно, теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok